Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 марта 2017 года, вторник, по одному из старинных, 20-й день месяца пробуждения природы, 7525 лета, четверик. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Как найти своё призвание». Автор-сказитель Андрей Кожарский. Здравия тебе, Андрей. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие слушатели. Первым делом я вас поздравляю с прекрасным праздником, который сейчас празднует весь славянский мир. Это весеннее равноденствие. И именно весной прекрасно начинать новые дела, потому что это время наполнено энергиями самой природы. И об этом мы сегодня как раз будем говорить. Хорошо. Я присоединяюсь к твоим поздравлениям и спешу отметить, что целая череда весенних праздников начинается по разным календарям. И по языческим, и по родноверческим, и старобряческим, и староверческим. Ну, старобряческие здесь немножечко, я, конечно, лишку маханул, но всё-таки тоже там празднуют по-своему, отмечают. Не знаю, честно говорю, как, но вот мне кажется, что отмечают. А всё-таки вот эти вот, которые родноверческие, языческие, староверческие, они между собой как-то переплетаются, где-то кто-то по-своему чуть-чуть, где-то как-то схожи. Но, во всяком случае, друзья, с наступлением вас наших весенних праздников. Вот тут я с Андреем полностью согласен и думаю, что нас всех в конечном итоге должны примирить вот эти наши понимания, что у нас кровь едина, рода единая, и какие-то там, может быть, и есть отличия, но не должны у нас вырастать какую-то вражду. Вот это самое главное, на мой взгляд. Итак, Андрей, как найти своё призвание? Вот давай немножечко так, пофилософствуем чуть-чуть, да? Что такое есть слово «призвание», что оно означает? И уже потом перейдём к тому, а как же всё-таки его найти? Ну, даже если обращаться к самому слову «призвание», то это значит, что я призван для чего-то. И вот как раз вопрос, для чего же я призван на эту Землю, он у нас сегодня будет разбираться, и он для многих остаётся открытым. И когда ты сказал «для чего-то», значит, кто-то тебя призывал, тогда вопрос «а кто тебя призывал?» Для чего-то будем разбираться, а кто тогда тебя призывает, и как это происходит, призвание? Да, ну, теория такая, что каждый человек приходит, каждая душа приходит на Землю, на наш план, проходить духовный опыт в конкретном физическом теле. И каждый человек имеет, откуда призвание, имеет свою специализацию. То есть, мир так устроен, да, то есть мы можем взять очень похожие на человека организованные группы животных, насекомых, и там идёт очень такое чёткое распределение обязанностей, да, то есть, ну, например, если взять близких для меня пчёл, там есть пчёлы рабочие, которые носят мёд, есть матка, которая управляет всем ульям, есть пчёлы, которые обслуживают расплод молодых личинок и отложенные яйца, есть пчёлы, которые охраняют, кто-то совмещает какие-то функции, и есть рутни, которые тоже имеют своё очень важное значение. И любое организованное общество, вот природное общество, если взять, то оно имеет очень чёткую структуру и чёткую функциональность различных слоёв, скажем так, да. И единственное, вот отличается от этого человек, который имеет разум, и из-за этого, может быть, он занимается чаще всего не тем, для чего он призван, почему, да, сразу возникает вопрос. Ну, потому что в нас с детства закладывают очень много различных программ, начиная с детского сада, родители, школа, средства массовой информации и так далее, и так далее. И получается, что когда человек окунается во взрослую жизнь, он начинает просто чаще всего пробовать, пробовать. Вот это не понравилось, это дело тоже не понравилось, а что же моё. И часто очень годам где-то вот к среднему возрасту, условно говоря, к 35 годам, у многих людей, ну вот я уже по опыту знаю, возникает вопрос, а чем же, для чего же я вообще на этой земле существую? То есть вопросы уже такие из практических, они уходят в область философских, мировоззренческих, для чего кто я, для чего я прихожу на эту землю, для чего живу, для чего умираю. И это можно назвать большим таким объёмным словом предназначения, но мы сегодня рассматриваем один из аспектов, это призвание. То есть это более такое практическое применение вот этого знания, которое можно использовать, зная его, в личных целях. Очень эффективно. Так, давайте. Мне кажется, я немножко так ухожу в какое-то такое размытое повествование. Ну я же тебе сам предложил чуть пофилософствовать. Так что никуда ты не уходишь, я всё держу под контролем. Хорошо, хорошо, Алексей. Давайте я немножечко расскажу о себе, чтобы вы понимали, как у меня проходил этот путь поиска призвания. Давай. Да. Ну вот он начался тоже примерно где-то в 35 или в 37 лет, когда передо мной встали вот эти вот очень важные вопросы. Ну для меня они были важны. И вообще чем в жизни заниматься, потому что как раньше там верхи не могут, низы не хотят, да, так и здесь у меня такой пошёл какой-то дисбаланс между моим мозгом, условно говоря, между моим сердцем, между моим телом. И в тот момент всё стало как-то сыпаться, и тело, и непонимание, куда дальше двигаться, чем заниматься, как жить. Ну и когда человек задаёт такие вопросы, отправляет их во Вселенную, и мы все это умеем, все знаем об этом, ещё позже поговорим, то приходят ответы так или иначе в том или ином виде. И ко мне пришёл вот тогда, в 2005 году, ответ в виде тренингов личностного роста, на которые я прорабатывал, у меня такая была очень штука, которая меня сильно гнобила, это страх публичных выступлений. Вот, я пришёл с таким запросом, но получил гораздо больше, и я понял, что мир, он гораздо более интересный и многогранный, чем то, что я обычно представлял. То есть, моя предыдущая жизнь до этих тренингов была примерно такая. То есть, я как лошадь был с шорами, да, и шёл вот куда-то по какой-то узкой дорожке вперёд, и не видел, какие красоты окружают меня вокруг. Есть такая, кстати, японская поговорка «Сделай шаг из-за дерева, и увидишь гору Фудзияма». Вот, примерно такое произошло со мной. И я окунулся в кучу интересной литературы и нашёл такую вещь, как призвание, такое понятие, как призвание. Я начал это изучать, и оттуда до меня, ко мне пришло понимание, что можно не просто как бы жить и где-то работать, да, а можно найти своё любимое дело и им заниматься, и получать от этого и удовольствие, и энергию, и финансы, и быть гармоничным собой, с миром, с окружающей средой. И это на тот момент меня очень сильно вдохновило, и я начал просто копать. Вот. И вспомнил какие-то случаи, истории своей жизни. Например, мне пришёл, ну, вспомнил я фильм, в своё время советский фильм был «Как стать счастливым». Там вот играла такая актриса Маша Дюжева, по-моему, если кто помнит, кто примерно там моего возраста. Там вот было так, ну, этот фильм такой был советский, фантастический. Там какой-то учёный изобрёл аппарат, которым можно было подключить любого человека и найти его призвание, ну, специализацию. И вот в одной школе там делали эксперимент детей, которые учились, подключали к этому аппарату и давали им вот такие вот направления жизни, такая некая профориентация. И вот как результат был, там такая картинка у меня всегда всплывает, был районный конкурс «Лучший по профессии». Я, кстати, тоже в своё время в УПК его проходил, вот, по столярке и занял даже второе место по району. И тут была такая же, в школе проводился такой же конкурс «Лучший по профессии», и выступали несколько ребят, и вот это было по слесарному делу. Им давали просто по куску металла, листовому инструмент, и они за определённое время должны были что-то сделать. И вот как результат кто-то сделал там кастрюлю, ну, условно говоря, да, кто-то сделал чайник, а парень, который как раз вот проходил через тот аппарат учёного, да, с определением призвания, он сделал из этого листа такую трубу, тромбон, по-моему, называется, с тремя клавишами, и даже сыграл мелодию. То есть вот можно так описать, что такое призвание, и чем отличаются люди, которые идут по призванию, и те, которые как бы занимаются не своим делом. И меня часто спрашивают, вот, а как же у нас есть такой очень богатый жизненный опыт, мы где-то учились, получали какое-то образование в школах, в институтах, в каких-то техникумах, в других учебных заведениях. И я понимаю, они говорят, что я понимаю, что это не моё, но чем заниматься, я не знаю, потому что очень много возникает страхов. страхов, что, ну, во-первых, сожаления, что очень потратил много времени, есть некий рабочий инструмент, который приносит деньги, например, да, но он не приносит душевного удовлетворения. И как найти вот это вот, своё призвание? И я обычно отвечаю таким образом, что, ну, в принципе, учиться никогда не поздно, это раз. Во-вторых, на вашем месте в это время где-то сидит человек, который занимается не своим делом и страдает, но он также получает деньги, вот, но он делает просто вот работу не по своему призванию и точно так же страдает, как и вы. И ваша задача просто найти это место, найти, во-первых, свою вот эту специализацию и заниматься тем, чем нравится. Потому что по себе знаю, когда занимаешься любимым делом, да и многие из вас, наверное, это чувствовали, то приходит очень много энергии. Она просто ощутима, реально. То есть вспоминайте, у каждого, наверное, были такие случаи, когда кто-то что-то делал, и у него прям начинали там, не знаю, дрожать руки, какие-то мурашки по телу от удовольствия, от радости. И, кстати, многие люди вот это своё любимое дело, они оставили его в качестве хобби. И это как раз один из тех элементов, которые нужно вот посмотреть более внимательно, если вы хотите встать на путь жизни со своим призванием. У меня призвание, которое я начал искать, оно вышло из детства. Я с детства очень любил заниматься фотографией, там, не знаю, с класса 5-го, очень плотно занимался. Тогда ещё была плёнка, не было никакой цифровой фотографии. И я фотографировал на плёночный аппарат чёрно-белый, печатал по ночам при свете красного фонаря в своей комнате фотографии. У него начинался смены фотоаппарата, да? Нет, у меня от папы достался зоркий 4. А, у тебя сразу зоркий, понятно. Ты не проходил весь цикл обучения, начиная с смены 6-8. Из смены 8-м я потом сделал стереофотоаппарат и на слайды снимал стереослайды. Это уже как бы... Вот это круто. Да, это следующий итог развития. И я как раз в тот момент, когда задался этим вопросом, а что же моё призвание? Первое, что вышло две вещи, которые я смог найти в своей юности. Это фотографии, увлечение фотографии. И на тот момент, кстати, я в тот момент работал в компьютерной фирме, был бренд-менеджером или там продакт-менеджером, как сейчас называют, по персональным компьютерам, по графстанциям, по ноутбукам. То есть я так, скажем так, в топе менеджеров компании находился, да? И в принципе, ну как бы всё было нормально. Но не было вот этого душевного удовлетворения. И на тот момент я понимал, что да, фотография... А, да, выбор вот у меня был между фотографией и столярным делом. Потому что я до безумия обожаю точно так же до дрожи в руках, с мурашками, люблю заниматься деревяшками, запах этот чувствовать. Я много работал в столярке в своё время. Но у меня к тому моменту была травма. Я просто выбирал между этими двумя вещами, чем заниматься фотографией. Но я посчитал, что фотоаппарат лучше деревяшек, ой, легче деревяшек. Его легче носить. И как бы это никак не повлияет на мои трудоспособности. Но когда я начал изучать фотографию, какой у меня уровень, я понял, что у меня уровень просто уже никакой. Для того, чтобы заниматься этим профессионально. Я пошёл на курсы. Пошёл на курсы. Научился тому, что в данный момент было в тренде. Так как мне это дело нравилось. У меня фотографии получались хорошие. Просто мне нужно было, скажем так, техническое исполнение подтянуть. И, в общем-то, потихонечку распространяя информации о том, что я начал заниматься фотографией среди друзей, знакомых, начали приходить заказы. И, в общем-то, вот с 2007 года, я уже, в 2006 я уволился с должности своей бренд-менеджера. И с 2007 года я стал уже очень, ну, уже практически плотно заниматься фотографиями. Снимал свадьбы, корпоративы, всякие праздники. Ну, в общем, практически всё снимал. И, в общем-то, этим занимаюсь как основным бизнесом до сих пор. Правда, сейчас у меня уже немножко сместились приоритеты. И я фотографию так перевожу в более творческий режим. Вот. И ищу другие способы реализации себя. Потому что призвание, оно такое, штука тоже текучая. Очень сильно зависит от возраста. Зависит от какой-то, наверное, багажа знаний, от развития души. И сейчас у меня там новые направления, новые тренды, куда вот я хочу дальше двигаться. Вот. Но фотография, она останется так или иначе со мной. Потому что сейчас, как бы, любое дело требует визуального отображения, фото, видео. И оно мне всегда поможет. Как компьютер, мне в своё время помог. Знание прекрасное компьютеров помогло мне там в работе, в той же фотографии. В общем, то есть ваш опыт никуда не пропадает, скажем так. Он только дополняет вас в новом направлении. Вот так вот. Чтобы как-то нам соблюсти некие нюансы, я хочу отметить, что ты сказал, там сделал тромбон с клапанами. Так вот, тромбон – это единственное из широко известных труб, которые при университетской оркестре, где клапанов нет вообще. Там выдвижная колено-кулиса. Это не в твою сторону упрёк, а просто нашим радиослушателям, чтобы они это поняли, что тромбон, когда рукой так вперёд-назад двигают, такая штука выдвигается. Если фильм «Гараж» смотреть, то там как раз этот играл на тромбоне. Очень интересный музыкальный инструмент. Но что-то сделал, в общем, что-то он сделал такое, где там были клапаны, на чём он нажал, кнопочки такие. Да, да, да. Хорошо. Ясно. Ну что, интересно получается у нас такая беседа, потому что через примерно такие же свои, в своё время проходил я этапы развития, тоже фотография. И с детства примерно вот так же и были разные фотоаппараты. И вот эти вот эксперименты со сменой. 8, естественно, М – самый такой распространённый в советские времена. Начальный фотоаппарат, почему я упомянул, шестёрки там были, но как-то мало кто знает, восьмёрки больше известные, восьмёрка 8М. Вот. И это там пионерские лагеря, дворцы пионеров и так далее, и тому подобное. Вот. Так что интересно. И на самом деле, вот я обратил внимание на что, когда человек занимается чем-то по призванию, которое ему по жизни даётся, как по программе жизни, он через это всё быстро проходит. У меня были случаи такие, я брался, какое-то дело, у меня получалось, и мне тут же становилось неинтересно, я шёл к следующему. И я так удивлялся, ну как же так, я это хорошо изучил, может быть, это моя профессия должна стать. А потом понимал, что это был переходный, переходной такой этап для того, чтобы я в дальнейшем познал что-то более интересное для того, чтобы я чем-то интересным стал заниматься. И было таких вот переходных моментов несколько. И в том числе как раз фотография, компьютеры и так далее. Вот то, что ты рассказываешь, мне очень знакомо. Очень знакомо. У нас там уже идут вопросы из чата Народнославянского радио. Если ты хочешь, мы можем сразу их вводить в наш, изрезеров сразу в эфир. А если хочешь, ты можешь ещё что-то рассказать. Ну, давай маленькую ещё вставочку, вот сейчас пришла. Пришло в память, из памяти. Значит, если брать... Я вот всё хочу сориентировать нашего слушателя, насколько человек встроен в мировую систему, вообще в природную систему, да, или в систему Вселенной. Например, вот если брать тело человека, да, то у нас есть клетки. Вот клетки кожи, клетки мышц, клетки кости и так далее. Клетки печени и так далее, и так далее, да. То есть, каждая клетка выполняет свою определённую функцию. И также люди, они по своей сути, по своему рождению, они тоже имеют своё предназначение для чего-то. Можно даже брать, знаете, такое деление на технарей и гуманитариев, да. То есть, это определённый склад ума, определённое строение тела, да. То есть, люди с детства уже проявляются, одни как технари, которые могут там всё делать руками, придумывать, изобретать что-то, а другие гуманитарии, которые там хорошо рассказывают, там выступают, думают. Ну, понятно сравнение, да. И если, например, попросить гуманитария забить гвоздь, то он и палец себе расшибёт, и молоток сломает, и гвоздь погнёт. Да, ну и то же самое, если попросить технаря сделать что-то из такого гуманитарного, то тоже вряд ли у него получится. И люди часто идут по велению души в какие-то направления, да. Но часто это происходит не так. И задача, как бы, понимание своего призвания, задача себя сфокусировать в том направлении, которое подходит именно для тебя. И возвращаясь к клеточкам нашего тела, если, например, клетка кожи, которая у нас на пальце, например, да, она захочет стать клеткой печени, например, да, то есть у нас на пальце начнёт, ну, это такой детский пример, начнёт разрастаться печень. И что система безопасности нашего организма будет делать? Она, естественно, будет там включить всевозможные инструменты, да, чтобы это устранить. То есть там какие-то лейкоциты, фагоциты, я не знаю, всё, что там борется с тем, что выходит из матрицы, из тонкой матрицы человеческого тела. Оно есть механизмы, которые управляются, скажем так, сознанием или душой человека, да, духом, можно там по-разному это воспринимать. И фактически с человеком происходит то же самое. То есть когда люди занимаются не своим делом, то Вселенная их всевозможным образом начинает толкать, даже так давить на них, да. И это давление, оно может проявляться и в виде, вот, там, непонимания, для чего я живу, да, в виде потери здоровья, в виде ещё что-то потери, то есть в виде потери каких-то вещей, которые, ну, для конкретного человека очень ценны. И если себе не задавать вопросы, что со мной происходит, да, то можно так и дальше, ну, скажем так, до конца своей жизни страдать и уйти так из этой жизни на следующий, на перерождение, так и не найдя свои цели, для чего ты живёшь, для чего я живу, чем мне заниматься лучше в этой жизни. Вот. Но можно пойти с другой стороны, да, можно осознанно, мы все люди осознанные здесь в этом чате, задуматься, да, а для чего же я создан, он создан, для чего я живу, чем мне лучше заниматься, к чему лучше приспособлено моё тело, и найти это, это занятие, и заниматься им, получать удовольствие, радость от того, что я это делаю, получать энергию в различных видах от людей, потому что чаще всего наш труд направлен именно на то, чтобы это как-то проявлялось во мне, делиться с людьми, и это будет возвращаться в виде энергии, в виде благодарности или там тех же денег, да, к этому, к человеку, к создателю, к творцу, да, и, ну, жизнь совсем по-другому становится. Качество жизни, как принято сейчас говорить, оно становится совершенно другим. Единственное, что можно тут, конечно, сделать такую маленькую пометочку, да, что есть такая пирамида Маслоу, которая внизу пирамиды, это удовлетворение там жизненных потребностей, безопасности какие-то, и вот как раз призвание и предназначение, это самая верхушка пирамиды, и, конечно, вот часто люди находятся в таком плену своего сознания, да, что, ну, вот прямо они мне говорят, да, мне нужно деньги заработать, мне некогда, мне жить надо, мне некогда искать себя, мне некогда искать своё призвание, и я его никогда не найду, то есть схемы разные включаются, я, ну, кстати, я не сказал, я в своё время проводил, наверное, лет пять тренинг, который так и назывался, как найти своё призвание или путь души, и вот мы там проходили всевозможные практики, всевозможные, использовали всевозможные инструменты для того, чтобы найти вот это своё призвание. Так вот, так, у меня так мысли ходят туда-сюда, я иногда выскакиваю из основной канвы. О чём я говорил? Мы говорили с тобой о поиске, как найти своё призвание, это самая главная тема, о чём мы говорили сегодня в эфире. Да-да-да-да, я к чему-то вёл, к чему я уже забыл, но потом вспомню. Но я думаю, что нам так или иначе сегодня в программе нужно подвести наших радиослушателей и зрителей канала Ютуб к тому, что, а как всё-таки найти, как определить своё призвание, вот об этом мы будем говорить, и когда на реплики вопросы будем отвечать, к этому будем подводить. Давай тогда уже переходим к вопросам и репликам. А остальное уже придёт в процессе? Остальное, да, уже к главному ответу, наверное, мы подойдём так или иначе. Потому что мне вот честно нравится, когда какие-то семинары я провожу, просят меня о чём-то рассказать. Мне нравится не когда я что-то рассказываю, а когда я даю какие-то наводящие темы, и люди сами приходят к ответу, а не так, что кто-то им рассказал. Потому что когда человек сам находит ответ, ну, пускай даже при помощи кого-то, то этот ответ у него лучше в голове, в памяти остаётся, потому что он к нему шёл сам, он путь поиска этого ответа помнит. А когда ему просто сказали, ну, готовый, готовый, на тебе яблоко, сгрыз яблоко, а где взял, непонятно, да? А когда ты рассказываешь человеку о том, где, как, чего, и даже ведёшь его по этому пути, вот сад, вот тут надо вырастить, вот светёт и так далее, опыление, вот зреет, вот получаешь яблоки, вот так его хранить и так далее. Человек всё это понимает. А так как это в анекдоте про городского жителя, который увидел хлебушек, и кто-то ему сказал, что он на дереве растёт, он в это поверил, вот из этой же серии. Пулки на дереве растут, да. Да. Идём дальше. Давай. Вопрос эфир от Владимира Изматища. Андрей, если человек признаёт, что существует призвание, то фактически признаёт внешнее управление собой? Ну, смотрите, это не внешнее управление собой, это гораздо лучше, чем внешнее управление собой. Нужно просто обратиться к тому и задаться вопросом, вообще для чего мы пришли сюда, на эту землю. Я с этого начинал, потому что, насколько я знаю, что душа приходит сюда выполнять определённую задачу. И у каждой души задачи эти разные. То есть, вот это идёт отсюда, а не от того, что нами кто-то управляет. То есть, мы сами, как я говорил уже, частичка Бога, да. То есть, мы самодостаточные, мы автономные, нам не нужен пастух абсолютно. То есть, каждый человек по-своему творец, просто по праву своего рождения, потому что он имеет осознанность, он имеет такой мощный инструмент, как ум, соединён с Творцом и может сам творить свою реальность абсолютно. И мы приходим сюда выполнять определённую задачу. И задача каждого человека, человека разумного, найти эту задачу и исследовать. И тогда наша душа будет развиваться. Потому что, если брать очень короткий период нашей жизни, то многие вопросы, они остаются без ответов. Потому что, ну да, для чего мы, как-то мы там родились, непонятно как-то, как-то мы там умрём, непонятно как-то для чего-то, и что дальше, дальше ничего не понятно. То есть, такой вспышка в небе, вот жизнь человеческая, это просто вспышка. Для чего, совершенно никому не ясно. Но если рассматривать нас не как вот кусок мяса, а такой конгломерат, состоящий, ну как минимум, из трёх частей, это дух, вот эта искра Божья, это душа, и тело физическое, то есть, это как бы три разных структуры по плотности, да, такое толсто-материальное, тонко-материальное и фактически нематериальное, да, в нашем понимании, то и продолжительность жизни этой души, то мы понимаем тогда, что душа растёт, эволюционирует, проходит разные этапы, начиная там с минералов, проходя в растительный мир, в животный мир, попадая в мир людей, проходя здесь определённые зелёные опыты, нарабатывая навык, а потом двигаясь дальше, попадая в мир, условно говоря, там ангелов, каких-то ещё, сущностей, полубогов, богов и так далее, так далее, так далее, дальше, дальше, дальше и соединяясь уже в конце концов с Творцом Вселенных, вот такой коротенький экскурс, да, это путь души как раз, да, и вот путь души, он очень большой, он очень длинный в нашем человеческом понимании, и душа меняет вот эти тела, как одежду мы меняем, то есть мы выросли, прошло 7 лет, мы выросли, и мы сменили одежду, выросли ещё, опять сменили одежду, и вот точно так же душа меняет эти тела, проходя, обучаясь, получая опыт, и тогда вот вопрос такой не стоит, кто там, кто-то там нами управляет, нет, это мы управляем сами собой, просто проходим опыт, и многие знают, наверное, что и читали, и слышали, и встречали людей, что есть и техники, есть люди, которые спонтанно, у них там что-то в голове происходит, они помнят прошлые жизни, много языков знают, не уча их, там пишут какие-то вещи, там дети, вот в Индии там много примеров, кто изучал веды там со стороны Индии, там дети там знают тексты, наизусть на зубок на санскрите, откуда вот это всё спрашивается, да, то есть это подтверждает то, что как бы наша душа, она постоянно развивается, и проходя из самого низшего уровня, доходя до самого высшего уровня, и многие вопросы, вот такие философские, становятся здесь понятны и открыты, как-то я ответил вот так вот, но это моё понимание из того, что я пережил, что я знаю, что я изучал. Так это надо у Владимира спросить, Замытьевич, как ответил Андрей, не ответил. Я вот всегда, когда меня спрашивают о этих вопросах такого плана, я отвечаю так, а кто кем управляет? Если человек считает себя телом, таким вот самостоятельным, который здесь ходит, думает, мыслит, это одно, тогда вполне возможно есть тот, кто им управляет. Если человек понимает, что человек — это некая более высокая сущность, которая связана с телом, и вот этот комплекс — это и есть человек, где есть так называемый биоробот, которым сам же человек там свыше управляет, являясь частицей божественного, или самим Богом, может быть, кто-то уже является, то тогда ничего здесь зазорного нет, ты управляешь телом, которое тебе дано в этой жизни для того, чтобы достичь каких-то результатов, получить какой-то опыт для себя, для своего рода, для божественного, для высшего чего-то и так далее. Но если человек бездуховный, бездушевный, тогда он больше напоминает такое стадное животное, которым надо какому-то пастуху управлять, куда-то загонять, что-то там ему давать, отнимать, стричь, брить, резать, в конце концов, следить за порядком и так далее. То есть здесь надо понять, к какой концепции мира создания вы относите себя, в какой концепции вы живёте и кто вы есть. По концепции Дарвина, Дарвиновской концепции, ну, это одно, по библейской концепции, другое, по высшей божественной, это третье. Поэтому кто вы? Ну, такое отношение к вам, тот вы и будете, и такой результат получите. Ибо сказано, по мыслям вашим, по деяниям вам и будет. Идём дальше. Я хочу добавить ещё, Алексей, дорогие слушатели, что вот пришла информация, что вот то, с чего я начинал, да, что вот эти понятия, как призвание, предназначение, они неотрывно связаны с ответами на вопросы, кто я, для чего живу, для чего умираю. Такие очень глубокие вопросы о смысле жизни. И вот я говорил как раз о среднем возрасте, когда душа, уже понимая, что она прошла определённый опыт в жизни, то есть вот юность, то есть уже как бы получила некие начальные знания об этом мире, как работать, условно говоря, как учиться, как взаимодействовать с людьми, социуми и так далее. И она ждёт от человека, ну, скажем так, условно говоря, от мозга, да, и от тела, ну, это всё так, в кавычках, да, она ждёт, что он начнёт реализовывать ту задачу, с которой душа пришла на землю. Именно вот в этом возрасте, и если человек не занимается, не идёт по своему призванию, предназначению, то душа начинает давить, условно говоря, да, давить, и подключая там всевозможные силы, ангелов, хранителей, вселенную, богов, всё что угодно для того, чтобы человека сместить в ту сторону, в сторону его, его жизненного пути. И если товарищ не понимает, то он начинается, учёба, она, сперва, мягко идёт, да, то есть я думаю, что к 35 годам начинается уже такая, достаточно жёсткая учёба, и она часто идёт с потерей здоровья, чтобы, во-первых, у человека было время подумать, а чем же он занимается, да, а во-вторых, чтобы он начал искать ответы, а почему я заболел, да, для чего, то есть если обращаться к любым целительным техникам, там всегда говорится о том, что любая болезнь, мы её создали сами, то есть это причина психосоматическая, любая абсолютно болезнь, и она вот часто связана именно с тем, что душа не реализовывается, и начинает вот таким образом поддавливать, поддавливать всё остальное, чтобы оно начало задумываться. У меня, кстати, точно так же было, то есть через травму я как бы получил, получал вот эти уроки, проходил эти уроки, но вот сейчас уже, пройдя весь этот путь, я понимаю, мне сейчас 48 лет, то есть то было там 35 лет, да, это уже прошло, ну, сколько там, прилично времени, да, в 13 лет, наверное, в 13, если так говорить, то уже пройдя этот путь, я понимаю, что можно обойти вот этот вот путь страдания, боли страданий, и пойти по другому пути, по пути любви, по пути счастья, вот по пути любви, любящих, и по пути счастья, то есть можно таким образом, и, кстати, когда люди вовремя начинают задумываться о своём призвании, а ещё хорошо, когда его знают родители, и детей своих направляют, то тогда меньше в жизни страданий, и больше времени вот на развитие себя, на развитие своём призвании, потом приходят и более какие-то глубинные вопросы, это вот я сейчас всё это понимаю, конечно, тогда у меня этого знания не было, и понимания не было, и условий никаких не было, приходилось вот так на своём горбу через боли страдания проходить. То есть, Андрей, сейчас мы с тобой затронули один из аспектов этого, так сказать, действия под названием поиска своего призвания, как волшебный пендель, да? То есть, если вдруг прёшься, куда тебе не надо, то сначала тебе пытаются с какими-то намёками, потом кто-то появляется на моём пути, или что-то появляется на моём пути, потом вдруг чувствуешь какой-то пинок куда-то, ну а если уж не доходит, то это дубины по рогам. Ну да. И в конечном итоге всё равно направят куда надо. Да, то есть, чтобы не думали из вопроса, что кто-то нам это делает. На самом деле, вот честно, на самом деле это делаем мы сами. То есть, сами себя обрекаем. То есть, наша душа, она обрекает наше тело на эти страдания, чтобы мозг начал задумываться, нашёл вот эту ниточку связи с сердцем, с душой и вот в едином таком, не как лебедь, рак и щука, да, а вот в единстве сложилось и три вектора дух, душа, тело и двигался, развиваясь в своём призвании. И тогда это будет путь любви и счастья. Вот правда. Я уже к этому пришёл. Хорошо. То есть, мы поняли так, что если человек не просто бездушное существо, то в этом случае обязательно найдутся помощники, которые его на путь истинный наведут. Вот один из таких вариантов это волшебный пельдель или дубина. А какие ещё есть варианты наведения на праведный путь? Ну вот, варианты либо задавать все вопросы, вот если... Смотри, на самом деле вот по опыту люди, очень мало людей приходят к этому пониманию, потому что этому не учат. Почему этому не учат? Да, потому что скажем так, неким системам это скорее всего невыгодно, чтобы люди были счастливые, чтобы люди были самодостаточные, чтобы люди были там личностями, да, а не были скажем так как стадом. То есть, когда человек идёт не по своему пути, он фактически является просто винтиком в системе. Куда его направили, туда он и движется, да. То есть, вот модно сейчас там в своё время там нужно было там заводы поднимать, все шли в рабочие, да, индустриализация и так далее. Неважно, призвание твое, не призвание все. сейчас другой виток, сейчас идёт какая-то там тема другая, все менеджеры, потом там менеджеры, одни менеджеры были, да, сейчас ещё какая-то там тема идёт, развитие там, все идут как в инфобизнес, там ещё куда-то, ну, я грубо, конечно, так беру, ну, если брать, например, нашу деревню, она вообще как бы загнулась, да, то есть класс крестьянства практически у нас пропал в нашей стране, а ведь люди это же тоже призвание, то есть вот очень сильные перекосы получаются и общество, оно получается такое дисгармоничное совершенно и страдает, и от этого происходит неудовлетворение жизнью, и все вот эти войны, и конфликты, и междоусобицы, это всё причина того, что отсутствует корневое понятие в обществе, да, практически в мировом обществе, что такое, для чего человек живёт, что такое призвание и предназначение, то есть каждая система, она тянет в свою сторону, каждый эгрегор тянет людей в свою сторону, и им нужно просто такие овцы, а кто-то будет пастырем, который будет им управлять, и это выгодно, но для души это невыгодно, потому что она пришла не для этого, и задача любого человека и любой души это начни трансформацию себя, то есть сделай сперва себя счастливым, а от тебя уже пойдёт вот эти волны счастья, самодостаточности, изобилия в жизни и прочего-прочего как бы вокруг, и это заразно, точно так же, как и боль и страдания. Так, получается, что вот так мы сейчас ходим, первый путь, это понятно, это тебя пинают, когда ты идёшь куда-то не надо, не по своему призначению, второй вариант, это когда к тебе на пути, у тебя на пути появляется кто-то и пытается тебе что-то донести, вот тут как-то поподробнее можно, были ли у тебя случаи, когда встречался какой-то человек и говорил тебе, обрати внимание на это, почитай вот это, посмотри вот это, послушай того-то, или вот я тебе чего скажу, и потом вдруг у тебя начиналось всё по-другому идти. Ну смотри, тут не обязательно это должен быть человек, на самом деле как бы Вселенная отзывается, абсолютно точно отзывается на все наши запросы, ну я это чувствую, потому что как бы я научил себе это чувствовать, большинство к сожалению людей этого не чувствует и не понимает, хотя это способен понять и ощутить каждый, но то, что мы создаём вот его можно назвать как намерение, например, оно отправляется там в высшие, ну я говорю так всё грубо, чтобы не углубляться в какие-то там тонкие детали, то есть наше намерение, оно отправляется в высшие инстанции и оно так или иначе начинает срабатывать, то есть я могу на своих примерах показать, их очень много, вот как раз в тот момент, когда у меня стал вот этот серьёзный вопрос переломный, я уже не помню, 35-37 лет у меня было, я прям реально просто вот про себя вот с такой большой энергией, когда ну просто уже дальше некуда, да, уже жизнь просто шла в тупик, совершенно непонятно куда, и я 20 лет проработал там наёмным сотрудником в разных компаниях, там в Академии Жуковского, в коммерческих компьютерных фирмах, вот, и я прям чётко сейчас, ну сейчас помню, да, что я прям посылал такое намерение, что мне нужно какой-то инструмент, какой-то тренинг, вот именно тренинг, чтобы чтобы вот главный запрос у меня тогда был страх публичных выступлений, он меня очень сильно имел, потому что ну я нигде никогда не выступал, а по работе, так как я был бренд-менеджером, мне приходилось выступать, и вот страх этот там привёл меня даже к травме, потому что вот тело просто сопротивлялось всему этому, я там выходил перед публикой, и меня просто вот заклинило, буквально клинило, и я потом очень сильно переживал, и это всё накапливалось, накапливалось, и вылилось вот серьёзную травму, это ну я сейчас понимаю, конечно, и вот я послал намерение вот просто вот тренинг для того, чтобы побороть страх публичных выступлений, причём я не знал, что такие тренинги существуют, то есть я не читал про них никогда, ничего не знал, я не знал вообще решается ли эта проблема, я ну так видел, читал, что есть какие-то семинары, проходят какие-то курсы, но вот конкретно вот такого мне не попадалось, и совсем совершенно рядом оказался парень, с которым мы вместе работали, я ему благодарен, завтра я кстати встречаюсь, через очень много лет как бы мы не виделись, Филипп его зовут, если вдруг он услышит эту передачу, я ему до сих пор благодарен, он просто рассказал, что вот он проходит такие-то тренинги там-то, там-то, и у меня прям-прям как вот пронзила молния, блин, это же ведь то, что я искал, я там сходил на ознакомительный вечер, где там тренер рассказывал по этим тренингам все, и я понял, что это просто вот то, что мне нужно, и вот я пошел, вот с этого началась моя трансформация, это раз, да, дальше, когда я закончил эти тренинги, думаю, ну вот я прошел, да, получил очень много информации, надо же как-то еще себя там подкачать, да, я думаю, чем лучше себя вот дальше продолжать, как бы усиливать себя любимого, я понял, что вот на тот момент мне нужен был такой инструмент, как вот про страх публичных выступлений, как какая-нибудь школа актерского мастерства, и я вот очень так вот занамерил, то есть я так думал с этим, об этом, да, то есть визуализировал, представлял какие-то образы, но это я вам рассказываю просто как все это работает, многие наверняка это знают, вот, часто мозг в это не верит, но это так работает, представьте себе, то есть я так представлял, ходил, видел, мне стали попадаться на столбах объявления, вот, принимаем там запись в актерскую студию, я срывал телефончики не один раз, и то есть оно во мне вот так вот зрело, 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 и готовность была это делать, но потом меня там видимо что-то уже увлекло в другую сторону, там открылись мне там всякие интересные люди, и я про это дело просто забыл на время, и в один прекрасный момент, ну прошло там наверное там год, может быть полтора года, да, то есть этому намерению нужно было созреть, и чтобы все сложилось именно так, как нужно под это намерение, то есть оно не сразу срабатывает, ну иногда сразу, иногда не сразу, в зависимости того, какой механизм вы используете, если неосознанно, как я это делал тогда, то оно может там с большой задержкой сработать, ко мне просто подходит девочка из моего знакомого, из моего там какой-то референтной группы, это был клуб там по возрождению там родных славянских традиций, она, я знал, что она играет в театре, но мне как-то это было фиолетовое, она подходит и говорит, слушай, мне, нам в труппу нужен актер, и вот твои фактуры, пойдем, я говорю, слушай, я же вообще нигде не учился, не играл никогда, на сцене был там пару раз в каком-то школьном КВНе, там, в пейнерлагере, вот, но она говорит, да пойдем, и я так вот, да, пойдем, и я пошел, и вот, это был, вот это был 2009 год, по-моему, даже сейчас вспоминаю, я пошел, и я стал репетировать спектакли, я стал играть на сцене, и вот сейчас до сих пор я играю, то есть, помимо, там, фотографий, которой я занимаюсь, я сейчас еще играю в театре, и что самое, вот, что самое интересное из, вот, из всей этой истории, то, что, вот, есть, я знаю многих людей, которые у нас в труппе, вот, много людей, ребят молодых, которые учатся в театральных училищах, в институтах, и так далее, и так далее, они заканчивают, талантливые ребята там часто, и они не могут найти себе работу, потому что, даже если их возьмут, в театре, в театре, кстати, очень низкие ставки, в большинстве, да, и даже если их возьмут в театр, то там есть свои примы, свои, там, актеры, которые уже давно играют, и вот этим новичкам, ну, хорошо, если достанется какая-нибудь десятистепенная роль, даже не второстепенная, там, типа, без слов, или со словами кушать подно, так вот, весь смех в том, что я играю в спектаклях, перед людьми, достаточно часто, особенно последнее время, вот, завтра у меня спектакли будут, на прошлой неделе у меня было три дня спектакля, и на этой неделе вот два спектакля будет, а в общей сложности четыре спектакля, где я играю главные роли, причем даже в одном спектакле ни одну роль, то есть, вот таким образом, и это тоже, как оказалось, часть моего тоже призвания, один из элементов, то есть призвание, оно такое многогранное, это не то, что вот мы забили гвоздь в реку жизни, и вот сидим на этом гвозде, болтаемся, нет, оно, я вам говорил уже, оно трансформируется, оно очень многогранным может быть, и в конце концов, призвание, оно даже там, потому что есть еще предназначение, что это большее такое вообще, для чего мы живем, для чего душа пришла, то есть призвание, это как бы такой инструмент, это профориентация, специализация, а призвание, это вот о смысле жизни, и часто предназначение ведет вот к этому смыслу жизни, и я верю, я как бы совершенно спокойно, что меня тоже, мое призвание ведет к чему-то такому большому, я так его потихонечку зацепляю, понимаю, иногда страшно становится, от великой вот этой идеи и понимания своего предназначения, но тем не менее, я двигаюсь в этом направлении, и с театром, вот произошло так, я считал, есть такая наука, метафизическая нумерология, я бы ее назвал даже математическая, ну математическая, и ничего в ней там такого нету, но оно дает очень четкое представление о пути жизни человека, и у меня там в нумерологии прямо четко есть цифры, которые говорят, что я там дар актера, да, у меня есть, и я потом в какой-то момент я сильно парился, потом выдохнул по этому поводу, и получаю удовольствие, и вообще вот, вот если брать мою жизнь, вот 20 лет, где я проработал наемным сотрудником, и брать последние, вот с 2007, ну 10 лет, да, фактически, то это просто небо и земля, если те 20 лет были временем просто запросов, непонимания, временем вопросов, непонимания, для чего я живу, чем занимаюсь, совершенно непониманием, куда двигаться, и в общем-то, достаточно большим количеством страданий по этому поводу, то последние 10 лет, я, честно говоря, просто наслаждаюсь жизнью, вот реально, бывает сложное, ну не без этого, понятное дело, потому что любой рост, оно идет все равно через преодоление барьеров, которые всегда внутри они находятся, внутри меня, то есть психологические барьеры, но это время, оно просто вот, оно просто уникальное, оно, я наслаждаюсь, я просто, потому что я занимаюсь массой любимых дел, их у меня много, это вот та же фотография, это театр, я вот последние несколько лет занимаюсь пчеловодством, у меня еще есть там некоторые проекты, я занимаюсь там эзотерикой, всякой разной энергетическими практиками, и это вот, ну это, знаете, вот как приходите в ресторан, заказываете еду, и вам дают там просто картошку вареную, да, это одно, а приходите в другой ресторан, а там та же картошка вареная, но там авокадо с ней, там масло оливковое, какой-то салат, все это красиво украшено, и так далее, и так далее, то есть и то, и то можно есть, да, и жить, но первые просто поели, и пошли домой, да, а во втором случае вы едите, наслаждаетесь, и такой заряд бодрости, энергии, радости, вам этот продукт, это блюдо доставило, вот так, так примерно и здесь. Так, по правочке тут идут, аспект, это буржуйское слово, сторона, грань, так вот, это я употребил это слово, так вот, если рассматривать еще одну грань нашей жизни, как найти свое призвание, или как почувствовать свое призвание, то вот ты сейчас как раз его и коснулся. Помимо этого волшебного пенделя или суховатой дубины, еще есть человек, который что-то расскажет, что-то вовремя подведет, но необходимо еще третий вариант учитывать, когда человек просто расслабляется и доверяется то, что раньше говорилось там высшему промыслу или божественному промыслу или еще чему-то. То есть необходимо научиться принимать это и осознавать, что вот что-то происходит, и это необходимо, чтобы оно случилось, то есть довериться. Но теперь у нас станет вопрос, а чему доверяться? Не будет ли это, например, какое-то там чужое воздействие какого-то чужого дяди или тети инородного, который там от имени кого-то тебя куда-то завлекает, привлекает, и в конечном итоге на черную сторону ты не свалишься. Вот это вот тоже немаловажно, и, наверное, об этом нам с тобой надо будет поговорить. Сейчас я маленькую отбивочку поставлю, потому что у нас заканчивается час, и после этого мы с тобой продолжим на эти темы все разговаривать. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 21 марта 2017 года вторник, по одному из старинных 20-й день месяца пробуждения природы 7525 лет и четверик. Как найти своё призвание? Андрей Кожацкий, автор-сказитель у нас сегодня. Мы раскрываем эту важную тему для многих из, думаю, что не только радиослушателей, а вообще для многих людей, которые живут здесь, на нашей земле. И вот в зависимости от того, почувствовал ли человек своё призвание или не почувствовал, уловил ли он своё предназначение или не уловил, строится его жизнь. Поэтому эта тема, на мой взгляд, одна из животрепещущих. Итак, мы в предыдущей части поняли, что существует несколько вариантов, которые подводят человека к поиску своего призвания или сознанию своего призвания. Это волшебные пендали, когда человек что-то делает не то, вправо-влево дёргается, его там поправляют колею на нужную ставят. Кто? Мы тоже разбирали, что это может быть сам человек, в смысле не физическое тело, а комплекс и физическое тело, и то высшее я, или божественный начало, или сам Бог, как это угодно, который взаимодействует с телом и через него получает информацию какую-то, или же это какое-то проведение высшее и так далее. Дальше другой вариант — это когда появляется какой-либо наставник, учитель, просто прохожий, который куда-то человек может взять, за ручку привезти, что-то подсказать, дать нужную книжку, почитать, фильм посмотреть, кого-то послушать или какие-то просто умные слова сказать. Ну и третье — это когда человек просто сам расслабляется, говорит, да ядрён, посади же, сколько же можно-то садиться, начинает так это всё понимать, как оно идёт, и говорит, ну что не делать, всё к лучшему. И в конечном итоге перед ним вдруг появляется что-то такое, что он дальше, вернее, раньше не видел, открываются какие-то новые пространства, новые рубежи, и он вот в виде новой ориентира идёт теперь по жизни, уже понимая своё призвание, говорит, ух ты, мы вышли из бухты, а вот это-то я раньше-то не замечал. Ну вот так и случилось с Андреем Кожарским, вот он рассказывает, что занимался тем и другим, и третьим, где-то были и пендали, вот там травмы различные, где-то и люди встречались, где-то он просто доверялся и ни с того, ни с сего перед ним открывались новые горизонты. Я правильно всё передал? А, да, единственное уточню, что начинают приходить люди, приходить информация только тогда, когда мы осознанно задаём вопрос, конкретный вопрос, вот то, что мы ищем. И если вопрос как раз как найти своё призвание, то на него, как, скажем так, на язык муравьеда будет сыпться информация, события, люди, как муравьи, на липкий язык муравьеда, мне очень нравится этот пример. Главное задать этот вопрос. То есть, если человек находится вне осознанности и этот вопрос не задаёт, то его продолжают, к сожалению, вот эти вот волшебные пеньки сыпаться, сыпаться. Иногда они переходят и в другую уже жизнь, продолжают сыпаться, пока это осознание не дойдёт до него. То есть, вот такой маленький вопрос, момент. То есть, главное, вот запустить во Вселенную, поставить этот вопрос. а уже инструмент реализации, в виде создания намерений и так далее, оно уже будет работать уже после этого. Вот. Если вопроса нет, то и ответ не приходит. Хорошо. Но, во всяком случае, я не знаю, как там у кого с вопросами. У нас-то в чате вопросов достаточно, и мы продолжаем их задавать. Итак, вопрос в эфир от Владимира из Матич. Андрей, поиск призвания – это поиск удобной ниши в обществе, попытка спрятаться, попытка уйти с поля битвы, имя которой жизнь. Призвание – это что, бухта неудачников? Я понял вопрос. Да, очень часто, очень часто я встречаю в различных средствах информационных и от людей такие фразы, что типа вот человек ищет себя, и он как бы там никак не может найти, это неудачник и так далее, и так далее. Ну, смотря с какой стороны смотреть, опять же, если смотреть со стороны, если обращаться всё время на социум, который, например, в данный момент призывает вас как можно больше потреблять, иметь кучу денег, машин, квартир и так далее, то да. Если вы рассматриваете всё-таки себя как существо духовное, которым нужно выполнить некие задачи, то нет. По крайней мере, я вам честно говорю, что я себя ощущаю совсем по-другому. Я не знаю, бывали ли вы счастливы, от чего счастливы, счастливы наверняка, как бы все люди испытывали счастье, но я по собственному опыту могу сказать, что я очень часто себя чувствую счастливым, потому что занимаюсь любимыми делами. И если касаться вопросов финансов, то много ли человеку нужно для жизни? Опять же, у каждого свой уровень. Почему мы всегда смотрим на тех людей, у которых миллионы, и не обращаем на людей, которые добрые, счастливые, радостные, может быть, не такие богатые. Я уверен, и я часто слышал от людей, что мне кажется, вопрос у вас водится именно таким понятием модным сейчас, как успех, а он всегда связан с деньгами. Я уверен, что люди, которые имеют большие деньги, они не настолько счастливы, как это передается очень часто в фильмах и где-то еще, потому что там у них свои проблемы, как эти деньги сохранить, как их там приумножить, как там часто вопросы человеческих отношений, они складываются по пути чистого меркантилизма, ты мне, я тебе, или человек человеку волк. Я честно вам скажу, что я наслаждаюсь отношениями с людьми, мне приятно делать для людей какие-то вещи совершенно простые. Я получаю очень много любви и внимания тоже от простых людей. людей. Я не думаю, что человек, ищущий себя, это какой-то вот этот отстойник, да, как вы выразили. бухта для неудачников. Бухта для неудачников. Не, оно все может быть, да, но, блин, но кто определил вот это понятие неудачников? Я же вам говорил, что мир, он очень многополярен, и одним людям нужно пройти один путь, другим людям, ну, брать известных персонажей, там, Иисус, да, кем он был, неудачником, он же не имел денег, да, не имел счастья, может быть, столько, сколько вы имеете, хотя, я думаю, все-таки он имел его побольше, потому что он шел по своему предназначению, и, ну, такие великие люди подобны им, то есть, смотря какими категориями мыслить. Да, понятно, понятно, я с тобой согласен, что часто сейчас приходят с разными людьми общаться и с богатыми, и очень богатыми, и те, которые за душой не гроша не имеют, и вот я провожу тоже такое сравнительные мысли, формы, возникать, я провожу такие сравнения, и вижу, что очень часто человек, который вроде бы говорит правильные вещи, занимается, в общем-то, как казалось бы, на первый взгляд, очень правильными, нужными для державы, строительства державы, для родов правильными вещами, на первый взгляд, но при этом, будучи бизнесменом, он все пропускает вот через этот бизнес, через свой, вот абсолютно все, то есть он, вот я замечаю, стал, уже становится такой человек, или такие люди, если так правильно говорить, они становятся рабами денег, они смыслят все через деньги, то есть говоря, например, об обществе, они не мыслят общественно, говоря о державе, они не мыслят державно, они мыслят теми параметрами, которые цивилизация в них заложила, то есть вот бизнес, значит, надо деньги, чтобы пришли, их надо откуда-то получить, для этого надо бизнес-проект сделать и так далее и тому подобное, они не строить хотят державу, но при этом державно не мыслят, вот это вот проблема, то есть они становятся, как бы так сказать, рабами денег, и вот то, что сказала, задача эти деньги не упустить, и приумножить, вовремя вложить, то есть они уже думают о том зверьке, той сущности, которая называется деньгами, вот став их хозяином, они в конечном итоге, как курильщик, также становятся, сначала он вроде пачку сигарет в кармане держит, он её хозяин, но потом эта пачка сигарет перевешивает, она становится хозяином курильщика, она заставляет его пойти покурить, дождь не дождь, нравится кому-то, не нравится, нравится тебе это или не нравится, болеешь ты, не болеешь, всё равно она заставляет тебя покурить, вот деньги из этой же серии, они заставляют человека выйти, в этот бизнес, они заставляют человека что-либо делать. И вот тогда перевешивают финансовое, цивилизационное, перевешивают человеческое. И человеческое уходит на второй план. И, казалось бы, даже те люди, которые берутся делать какие-то полезные для славянского мира вещи, они в конечном итоге через мышление цивилизационное начинают создавать такую структуру, которая вписывается в эту цивилизацию и мешает развернуться державе. То есть, говоря о державе, они сами же её разрушают. Поэтому я с тобой полностью согласен, что бизнесмен очень часто, и бизнесвумен тем более, они в большинстве своём не являются счастливыми людьми. То есть у них до поры до времени складывается ощущение достатка и счастья. Они при деле, они так значимые, на них люди смотрят. Но не дай Боже, когда коснись того, что деньги вдруг у них сплывают, а сейчас как раз такое время идёт, когда наше время берёт и финансовые потоки, многие нарушаются, и многие бизнесы уходят из-под ног на ровном месте причём. И они не понимают, что было время, когда им давали возможности, боги давали возможности накопить деньги, стать кошельком для славянского мира, чтобы потом строить не систему, а строить державу, и эти деньги тратить на державу. Вот они это не понимают. Это до поры до времени какой-то кошелёк удерживается ещё у них в руках, но потом, если они так же упираются и продолжают быть бизнесменами, просто уходят у них из рук, деньги как песок сквозь пальцы вытекают, они не могут понять, что происходит. И там люди отворачиваются и так далее. Так вот, как только кошелёк у них из рук уходит, они вдруг обращают внимание, что они становятся совершенно одинокими. То есть женщины на них перестают смотреть, или мужчины на них перестают смотреть, если это бизнес-вумен, так называемые, были соратники, так называемые, от них вдруг отворачиваются. Те, которые им служили, которые у них в организации были, они вдруг уходят, потому что их держало что? Их держало только деньги. И вот они понимают, что произошло в конечном итоге, что было. Они не исполнили свой долг, они этот кошелёк не направили на строительство державы, они какие-то там игрушки очередные направляли, с кем-то боролись, всех считали конкурентами, а в итоге затормозили других, в итоге сами ничего не сделали. Вот это вот беда. То есть рабская такая психология, она остаётся в этом везде всегда. Так что вот тут я абсолютно согласен, и таких людей сейчас огромное количество. Говорят правильные вещи, даже какие-то там потуги правильные, а на выходе одно — поддержка той самой цивилизации, против которой они выступают. То есть игра по тем правилам, которые цивилизация им предложила, которую цивилизацию создали те, против кого они выступают и так далее, и тому подобное. Ну, как бы вот так. Идём дальше. Тут мне, значит, предлагают спросить тебя, а что за курс-то, который ты прошёл, или который ты ведёшь, где эти тренинги-то? Вдруг я также найду ответ в своей жизни, вот пишет слушатель из-за чата. Ну, слушайте, то, что я проходил, я много чего проходил. Я даже буквально проходил на прошлой неделе очень интересный курс, который реально стал для меня вот таким открытием и жизнеопределяющим. А то, что я проходил тогда, ну, их много разных тренингов. Они так и называются, тренинги личностного роста. О них много информации и плохой – хороший. Ну, плохой – это от тех людей, которые его не проходили, естественно. Вот, просто уже так сталкивался со многими вещами. Вот, хороший. Ну, я получил огромный опыт. Я прошёл и там, и базовые курсы, и лидерскую программу. И не одну прошёл в 2011 году. Я проходил очень много курсов и эзотерических, и всяких бизнесовых, и вот развивающих. Последний вот тренинг, что я проходил буквально вот на прошлой неделе, это базовый продвинутый курс. Есть такая система, называется «Тета-хиллинг». Вот опять ты, опять ты материшь всякие слова. Вбрасываешь иностранные. Да, ну, «Хиллинг». Ну, она просто из Америки пришла. Мне всё интересно. Я в своё время тоже проходил посвящение, как в виде семинаров. Семинаров – это энергетическое целительство. Руками славянская система называется «Живо». Многие знают аналог японский, называется «Рейки». Наверное, слышал, да, такое? Вот. Вот «Тета-хиллинг» – это тоже что-то очень похожее, но более широкое. Ну, «Хиллинг» – это исцеление, то есть исцелительство. А «Тета» – это мозговые волны, которые излучает человек в состоянии, там, близком ко сну, и под гипнозом. И это волны, на которым он общается с Творцом, фактически, когда заходит в это состояние, в «Тета». И это вот такой инструмент по материализации… Ой, я рекламирую, кстати, эти тренинги. Материализации и создание своей реальности – реально очень крутая система. Я вот с багажом там многих тренингов, большого опыта, разных практик, я вот дошел до этого. Я тоже его занамерил, кстати. И я его прошел, получил просто массу открытий, получил массу ответов на вопросы, которые все равно висели, неотвеченные, почистились очень хорошо. Ну, ладно, у нас не об этом разговор. То есть, в принципе, Алексей там вывесит мои контакты, если кого-то интересуют какие-то тренинги, могу очень много посоветовать, напишите мне там e-mail. В общем, расскажешь. В приватной беседе расскажешь. Да, да. Чтобы там не заниматься рекламой, а то как-то да, мы там уже в частности… Я могу очень много рассказывать. Вот, правда, у меня за эти 10 лет, ну, такой опыт. Столько всего накатило, да? Так вот, вопрос такой сразу уточняющий от Димы. Вопрос эфира. А как быть, если ответа нет? Вот когда я говорил про третье, да, вот расслабляешься, задаешь ответ, концентрируешься, а вот ответа нет. Что это говорит? Неправильно сконцентрировался, не туда вопрос задавал, или просто не слышит человека? Или, может, еще какой-то вариант есть? Да, смотрите. Я вот люблю использовать рычаги мощные, да? То есть, кто-то ищет ответы там внутри себя, но внутри себя, чтобы найти ответы, чтобы услышать там, чтобы пришла информация, нужно тоже учиться этому, развивать интуицию, вот то, чем я занимался на предыдущей неделе, да, развивать чувствование, связь с Творцом, то есть, чтобы эта информация напрямую шла, потому что там, во Вселенной, все ответы есть, абсолютно на все вопросы, все ответы есть. Другой вопрос, что мы, у нас настолько как бы угнетена наша антенна, да, что мы их просто не прочитываем. Я сегодня был, вот, Алексей рассказывал, на празднике Великодень, это славянский праздник, посвященный весеннему равноденствию, когда зима уходит, когда день становится длиннее ночи, это новые энергии такие, планетарные, да, и это праздник-обряд. И вот девочка, которая проводила, жрица, которая проводила этот обряд, она и говорит, что мы в большинстве своем воспринимаем информацию по горизонтали, то есть, вот, как бы, ну, если на тонком плане, то от всевозможных сущностей, там, и Грегоров, и так далее, и так далее, и она очень грубая, то есть, нам постоянно ее в голову втемяшивают, потому что существуют тонкие структуры, которые питаются нашей энергией, нашими манациями, да, и они нам говорят, там, пейте, там, алкоголь, курите, там, сигареты, наркотики, человек все это делает, там, из него выходит энергии очень много, и они этой энергией питаются, там, ругайтесь, там, деритесь, там, ну, то есть, раскачивают человека на то, чтобы были выплески энергии, и они эту энергию потребляют. Так вот, то, что информация от Творца, она по вертикали идет, и ее очень сложно услышать, она, говорит, она как вот дуновение, вот такое, как будто перышком провели, да, по щеке таким тоненьким, то есть, среди шума барабанов очень тонко, очень сложно услышать, там, звук, не знаю, скрипки, условно говоря, да, и чтобы слышать, вот вы говорите, я задаю вопрос, я не слышу, да, эту штуку нужно, ну, развивать интуицию, но это один аспект, да, другой аспект, вы можете использовать рычаг, как я говорил, и рычаг этот может в виде какого-то тренинга или семинара проходить, я всегда за эти вещи, почему, потому что очень много информации, вот реально много информации и правдивы в интернете, ну, главное, вот, понимать, что она, как бы, правдива, очень много книг на всевозможные, сейчас вся информация практически открыта, не знаю, кроме там, условно говоря, боевой магии, да, вот, все по целительству, по тонкому миру, по работе с энергией, пожалуйста, идите, но самый лучший эффективный для меня способ, это прохождение какого-нибудь тренинга, семинара, потому что книжку в интернете вы прочли, верю-не верю, да, все прошло, там, книжку прочитали, тоже там, верю-не верю, и никто не будет делать, а на тренинг вы пришли, и там программа построена таким образом, что вы работаете, то есть вы выделили время, вот, я там провожу тренинги по поиску призвания, да, у меня там целая система, как люди ищут, то есть много разных инструментов, они сваливаются в такую воронку, и на конце, в конце там дня выпадает вот это вот понимание, что такое призвание у людей, и я как бы всем всегда рекомендую, ребят, проходите тренинги, потому что это не только информационный опыт, да, каким является книжка, там, или интернет, да, это просто информация, набор букв в тренинге вы испытываете на уровне ощущений, на уровне переживаний, то есть идет комплексная очень информация, очень комплексная, то есть считывается сразу несколько планов, и то, что говорит преподаватель, там, передавая свой опыт, оно тоже передается невербально в виде образов, доходит до студентов, ну, это самый эффективный инструмент, и я вот, я говорю, вот сейчас вот я подал запрос во Вселенную, мне пришел вот этот ТТ-хиллинг, хоть он американский, там, и так далее, да, вот, но, и я там потратил большую сумму, которая мне нужна была, там, на другие вещи, но я вообще ни капельки не жалею об этом, я понимаю, что я, ну, вкладываю в себя, то есть вот как человек, который работает наемным сотрудником, он всю свою энергию, всю свою жизнь вкладывает в директора компании, например, да, я вот уже, там, 2006 года не работаю наемным сотрудником, и я все время вкладываю в себя, в развитие себя, и мне, у меня очень интересная жизнь, вот, реально, она очень интересная, она очень вкусная, у меня все время что-то новое, очень много людей, очень много событий, очень много информации, очень много практик, очень много опыта, всякое бывало и страшное, и веселое, ну, просто спектр ощущений, чувств, да, он совершенно непередаваемый по сравнению с тем, что у меня был вот этот день сурка, каждый день на работу, с работы, на работу, с работы, на работу, с работы. Да, там тоже развиваешься, но когда ты занимаешься любимым делом, а еще лучше работаешь на себя, это, ну, совершенно другое, это, ну, просто другой, другая полярность, другой порядок ощущений, потому что, по сути, как бы, Бог, там, через нас развивается, и получает вот эти ощущения, которые мы здесь получаем, на нашем плане, на планете Земля. Здесь такая-то фраза, хороший тренинг, уборка леса по весне, прекрасная медитация, совмещать медитацию в движении. Да, да. Знаете, Алексей, знаешь, дорогие слушатели, я очень часто слышу, вот вы там всякой хренью занимаетесь, пошли бы лучше это самое, там, шахту, уголь там добывать, вот там люди там страдают по-настоящему. Слушайте, ну, у каждого свой путь развития, и многие, наверное, из вас знают такую систему, структуру общества под названием Варны, Варновая структура общества, и которая говорит просто об уровне развития души, что каждая душа, она на своем месте. И вы, кстати, вот пришли сюда, в этот эфир, не просто так, то есть надо это понимать, то есть у вас этот вопрос, он вас заинтересовал. Те люди, которым это не надо, которые там, скажем, не доросли, условно, или там душа, их до этого уровня еще не дошла, они не будут такие вопросы решать. То есть пирамида Маслова, да, она вот, и люди специальные, то есть вот вверху этой пирамиды, только те люди, которые задают эти вопросы, которые, ну, душа уже дошла до такого уровня, хотя всех она там пинает, так или иначе, по-разному. Выражение такое, которое хорошо отражает устройство варновости, всяк мается по-своему. Кошка отжарили на печке, а собака от холода под забором, да? Да, очень, очень правильно. Да, такая народная поговорка, ни на кого не намекаю, пальцами в чью сторону не показываю, просто есть такая поговорка. Дальше, вопрос в эфир от Солнца. Андрей, понятие предназначения и призвания, это одно и то же? Если нет, то в чем между ними разница? Благодарю. Да, это не одно и то же, я так считаю, хотя сейчас встречаю, что их объединяют. Значит, предназначение – это вообще смысл вашей жизни, а призвание – это некая такая профориентация, инструмент, который вы имеете, с которым вы родились, и к которому ваша душа, ваше тело максимально благоприятно предназначено. Вот такой короткий ответ. Ну вот как-то так, здесь можно поразмышлять. Предназначение, то есть назначение в жизни. Что это, варновость всё-таки или что, предназначение? Варновость, она как бы немножко в другом стоит в стране, потому что у каждой варны, у неё тоже своё предназначение. У труженика, там, создавать материальные блага, у веса бизнесмена. Ну, понятно, мы сейчас не будем переселять так хорошо, но всё-таки предназначение. Что же это такое предназначение? То есть предчем-то было назначение. Что же это такое? Ну, это перед призванием, скажем так, у вас ещё есть большая задача, вот эта задача жизненная. То есть, давайте так, задача, с которой душа приходит на землю, он можно назвать предназначением, и человеку для этого предназначения даётся призвание, некий инструмент, которым может пользоваться. ну, там, некая лопата такая судьбы. Ну, то есть, скажем так, предназначение стать героем, да, вот, стать героем. А уже какой ты будешь герой, соцтруда, или войны, или каких-то других действий, это уже, это уже там даётся возможность. Да, да. Ну, хорошо, пока остановимся на этом, идём дальше с этим вопросом. Останавливаемся, но продолжаем разбирать другие. Вопрос эфира от Владимира Измытьевича. Андрея, найти своё предназначение в жизни, это как снежную бурю остановиться, привлечь, уснуть, прилечь, уснуть, замёрзнуть, найти призвание, это конец? Да, хороший вопрос создаёт. я бы этот вопрос трансформировал бы так вот в такую сторону, когда человек умирает, с чем он умирает, да, то есть прошёл ли он свой путь, не прошёл ли он свой путь, то есть, то есть, чаще всего люди уходят из этой жизни, да, на другой план, по каким причинам? Ну, их, наверное, так, грубо две, да, первый случай, когда он не выполнил своё предназначение, и уже не светит, то есть, душа, или там Бог, уже понимает, что он его не выполнит, и другой случай, когда человек выполнил своё предназначение, его просто, ну, как бы убирают, ему больше нечего здесь делать, то есть, вот, так достаточно просто, может быть, обидно, особенно, когда люди уходят, хорошие люди, вот говорят, да, хорошие люди уходят рано, там всякие мерзавцы, живут очень долго, вот, но я часто сталкивался, и, кстати, очень близко с тем, что, ну, реально хорошие люди уходят очень рано, скажем, скажем так, я вот задаюсь вопросом часто, там, бессмертия, да, то есть, каким образом человек может достигнуть бессмертия, то есть, просто так вот, чисто, вот, о, этот, кто, Ротшинд недавно умер, да, 101 год ему, тут я читал, ему 7 сердец поменяли, живых, и он там делился, что с каждым новым сердцем он чувствовал приток новой энергии, там, и так далее, то есть, ну, вот, человек богатый, да, абсолютно, тем не менее, все равно умер, и вот, вроде ему жить там, все технические возможности современной медицины позволяют, но я немножко с другой стороны смотрю, я смотрю с другой стороны, с той стороны, как можно жить бессмертно, бессмертно можно жить только в том случае, вот, если у вас есть вот это великое предназначение, и оно, кстати, может тоже трансформироваться из одного в другое, то есть, если вы даете понять вселенной, что есть ценность в том, что вы живете, скажем так, есть, если мы как бы двигаемся все-таки, то есть, не то, что там мы не выполнили свое предназначение, и нас на реинкарнацию убрали, да, вот, а все-таки, если вы двигаетесь по своему предназначению, и выполняете его, то, чтобы продлить свою жизнь, если как бы этот вопрос интересует, да, то нужно его каждый раз продлевать, то есть, ставить другие цели, другие задачи, уже выходящие за рамки, там, базового предназначения, я думаю, вселенная, она может все, примеров миллион, даже там, что люди там, жили там, тысячу лет, да, и так далее, а если брать там, ведические писания, там, времена там, Сати и Юги, два пары Юги, и так далее, и так далее, тогда там жили вообще, десятки тысяч лет люди жили, да, то есть, ну, тогда были другие условия, там можно сказать, но, я думаю, это возможно, потому что люди имели цель какой-то жизни, если цель выполнена, попробуйте прожить, вот, сто лет, вот, я думаю, насколько вот, или там, сто пятьдесят, ну, это реально, потому что, ну, вот, это из той реальности, из нашей реальности, да, которую мы создали, потому что, ну, есть такие примеры, да, ну, вот, просто, не просто прокоптить небо, да, как-то вот, там, кушая здоровую пищу, дыша здоровым воздухом, делая, там, йогу, например, да, и там, занимаясь праноедением, праноедением, еще чем-нибудь, а, вот, что за этим, то есть, вот, для души, что остается, то есть, если та великая идея, великая цель, именно, такое сотворчество с Творцом, чтобы Вселенная вам позволила жить достаточно долго. Ты знаешь, я тут думаю, что не всегда жизнь определяется продолжительностью, уровень жизни, а все-таки, в первую очередь, качеством. Качество именно с точки зрения, как ты качественно живешь, не по деньгам, не по тем благам, которые тебе кто-то передал, или которые ты где-то у кого-то украл, или у кого-то отжал, а именно качество жизни, как человека, человеческой жизни. И поэтому можно, 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 можно вспыхнуть яркой звездой, остаться на многие тысячелетия в памяти у людей, а можно прокоптить 200 лет, и при этом тебя будут, там, или вообще забудут на следующий день после твоей смерти, ну, сдох как собака, и хрен бы с тобой, вот, или же наоборот будут тебя, как вот и вспоминал тут одного товарища, который нам совсем не товарищ, его же очень добрыми словами, в кавычках, будут многие вспоминать, и я думаю, что это даст свой определенный резонанс туда, куда он ушел, и кое-что отольется. Вот, поэтому качество жизни, ведь можно 200 лет жить, но при этом 100 лет на карачах ползать, и никакой радости от этого не будет. То есть, если человек, опять же, мы возвращаемся к началу, отличает, что человек от животного, что просто биоробот отвечает от человека. Человек — это тот, кто живет в ладу, своим высшим я, с этой вселенной, с природой, и тот, который понимает, что есть нечто более высокое, которое вот это предназначение, призвание ему спустилось, которое создало его здесь, для жизни на земле, и так далее, и тому подобное. И он счастлив, он даже если подчиняется высшему я, он понимает, что он выполняет ту миссию, которую высшее я, то есть божественное, на него возложило, и эта жизнь, она ему необходима для достижения каких-то целей, путей, пройдения путей и так далее. А животное, оно живет тем, что с кем-то конкурирует, пытается у кого-то что-то отжать, пытается кого-то выжить, откуда-то достичь чего-то такого в жизни, вот сиемо-минутного, то, что очень важно этому животному, и оно, в общем-то, ну, как вот скажешь, любой человек, если так будет жить здравомысляще, ему это нравится, будет он быть вообще человеком, я думаю, нет. Вот это вот как раз и отличает человека от животного. Поэтому я думаю, что здесь, отвечая на вопрос Владимира Измытича, можно сказать так, что человек, который нашел свое призвание, он живет в этом призвании, призвании, ну, к примеру, приходит человек в военкомат, наступил у него призванный возраст, его призывают, и говорят, ты будешь, например, солдатом, ты будешь матросом, ты будешь водителем, ты будешь кем-то еще, и так далее. И он ведь не умирает, когда призывается на военную службу, и он продолжает с этим жить, он берет опыт, и дальше он может защищать Родину и так далее. То есть это не смерть, это не конец призвания, это когда человек может в полной мере исполнять свой долг перед Родом, перед Вселенной, перед жизнью, перед Высшим Я, перед самим собой, в конце концов, перед Родиной. Вот это вот и есть то самое призвание, когда он призывается на эту службу, он служит себе, служит Роду, служит Семье, служит Отчизне, служит Державе, служит всему. Вот это и есть призвание. Поэтому никакой ты, на мой взгляд, на мой взгляд, не конец. Так, идем дальше. Вопрос эфира от Солнца. Андрей, когда человек уверен в том, что это его призвание, это значит, он помнит свои прошлые жизни, то есть может ли такая уверенность служить каким-то маячком на пути воспоминания, воспоминания, опыта прошлых жизней? Я думаю, что нет, как-то это не совсем связано. Нет, это может как-то косвенно связано, потому что наши прошлые жизни, безусловно, влияют на нашу современную жизнь. Но, в принципе, вот в этом воплощении душа имеет свою определенную задачу. И в прошлых жизнях, насколько вы знаете, там можно родиться было и в мужском, и в женском теле. И заниматься совершенно другими вещами. Как бы мы сейчас берем такие более прагматичные вещи, касающиеся все-таки этой жизни. Поэтому я бы не стал бы сильно связывать прошлые жизни. Там больше как бы идет такие вопросы, как кармические, то есть влияние прошлых жизней на современную жизнь с призванием. Ну, наверное, как-то связано, но понимание призвания, да, это не значит, что я знаю, что там в прошлой жизни. Я не знаю, что у меня было в прошлой жизни. Хорошая реплика, сейчас пока прочитаю свежая. Хорошая реплика в эфир поступила от Виталия из Эстонии. Как только человек сказал, что выполнено свое предназначение, через 24 часа катастрофа или автокатастрофа или внезапный приступ, такой бывает в жизни. Вот как раз то, что я говорил до этого, отвечал на вопрос Владимира, что если человек находит свое призвание, он служит по этому признанию, призванию живет. А вот когда он уже выполнил свое предназначение, то в этой жизни больше у него никаких целей нет, предназначений нет, то в этом случае тогда, скорее всего, как Виталий написал, он уходит. Но поняв свое призвание и поняв свое предназначение, наоборот, он стремится выполнить предназначение, исполняя то, что ему близко по призванию. Так что это дополнение, которое Виталий поддержал нас к предыдущему вопросу от Владимира. Ну да, пусть будет так. Хорошо. Так, дальше разбираем. Вопрос от Виталия Витар подсолнух. Здравия, Андрей. А как быть, если вдруг круг интересов не ограничивается одним-двумя хобби с детства, чувствуется тяга к разным вещам? Допустим, если ты и технарь, и гуманитарий, такое вообще быть может? Благодарю. Да, боже мой, конечно, может быть всё, что угодно. Абсолютно всё. И кто-то находит, занимается одним делом. И полно примеров людей, реализованных в чём-то одном... Ну не знаю, там вот что-то у меня прям пришла картинка, у меня просто знакомый фотограф, и у него друг Денис Мацуев. Ну прекрасный пианист, он, наверное, многие узнают, великолепно играет, это его призвание, и предназначение там, может быть, нести людям радость от той музыки, которую он играет. Но он занимается вот только этим. Например, вот тот же вопрос, который вы задаёте, ну вот я пример как раз многих форм призвания, которые мигрируют туда-сюда, перетекают из нового в другое, трансформируются во что-то новое. Я, честно говоря, очень сильно парился по этому поводу. И у меня всю жизнь я не могу делать что-то одно, мне становится скучно, мне нужно всё время менять вид деятельности. И я даже на дачу, когда приезжаю, да, там я что-то одно поделаю, потом другое, потом третье, оно всё вместе делается. И у меня даже, ну и работа такая, я вот когда работал в компьютерной фирме, я делал-то миллион дел параллельно, правда, оно всё, всё как бы двигалось медленно, но я хватался за всё. И я вот у меня недавно совершенно, наверное, год назад я встречался с шалиньским монахом, и я ему задал этот вопрос, и он мне ответил, он просто, он говорит, слушай, не парься, ты такой, прими это. И всё, я выдохнул. Он говорит, смотри, сколько интересных вещей у тебя в жизни происходит, ты получаешь огромный опыт в совершенно разных направлениях, то есть у меня и фотография, пчёлы, театр, я там мыло варю натуральное, чего ещё там делаю, что-то ещё делаю, уже не помню. И мне всё нравится, и я чувствую энергию там. Так что всё нормально, у всех по-разному это происходит. И, кстати, вот многие спрашивают, а как почувствовать, оно это или не оно? И это на самом деле очень просто, это вот обращается немножко к предыдущему вопросу, вопрос чувствования, то есть ощущение энергетики, интуиции, то есть не понимание мозгом, разумом, а чувствование сердцем. И вот если вы, например, нашли какие-то направления из детства или из хобби, которым вам нравится заниматься, то просто представьте, вот закройте глаза, зайдите в такое медитативное состояние спокойное и просто попроектируйте, создайте такой образ видения себя уже реализованным вот в какой-то такой профессии. И почувствуйте, как вам там. Это вот прям задание такое я даю на семинаре, как найти своё призвание, когда люди уже находят несколько разных вариантов, мы садимся, и каждый начинает через сердце пропускать. И вот там идёт энергия, оно у всех проявляется, там мурашки какие-нибудь, тепло, холод, но это состояние, оно отличное от обычного состояния, скажем так. И вот я начинаю себя представлять в роли кого-то, и я чувствую, что идёт от этого образа. Чем сильнее представите, тем лучше поймёте. И вот перебирая несколько таких вот профессий, если просто говорить, то чувствуйте, откуда идёт больше обратная связь, больше энергии. Вы это почувствуете, поверьте мне, особенно вы почувствуете, если это как раз является делом вашей жизни. То есть оттуда пойдёт очень сильная энергия. И выбирая из нескольких вещей, вы можете поставить галочки, проранжировать. От этой малой энергии, от этой средней, от этой много энергии, от этой тоже много энергии, или от одной много энергии. И вот оттуда, откуда пошла энергия, короче, берите это дело и начинайте разрабатывать вот это вот непаханное поле, если оно непаханное. И смотрите, что вы там чувствуете. Может быть ошибка, на самом деле. У меня тоже такие вещи были. Но, скорее всего, там ошибки нет. То есть, скорее всего, это ваше дело, оно может быть, в конце концов, трансформируется во что-то другое. То есть, наша чувствительность не всегда позволяет нам чётко определить узкий сегмент какой-то профессиональной деятельности. Но оно позволяет определить хотя бы направление. То есть, например, лечить людей и заниматься музыкой, оно там в разных, ну, разные направления имеет. Но если у вас, вы себя представляете доктором, например, который там, или целителем, который помогает людям, и вам это нравится, и вы прям чувствуете энергию там, то идите туда. Оно может быть где-то рядом, но это именно в той стороне, по крайней мере. И я вот этот инструмент использую всё время. То есть, у меня постоянно в голове какие-то варианты, варианты, варианты прокручиваются при звании. То есть, какие-то дела мне нравятся, какие-то не нравятся. И вот я, вот этот процесс я представляю как некий поток энергетический, по которому я иду, и вот я чувствую, что, например, там энергия теряется. Я начинаю сканировать вот этот путь. Так, у меня, значит, русло куда-то свернуло в сторону. Раз, я пошёл по нему, но там энергия. Например, брать пример, вот я фотографией занимался, и я как от бизнеса устал, честно говоря, от неё, и мне хочется в творчество. И у меня раз выползло то, чем я увлекался, например, в детстве. Кстати, я уже давно был с этим вопросом, когда искал своё призвание. Я в детстве увлекался насекомыми, природой. Насекомые, да, были, прям, я обожал насекомых. У меня там какие-то жучки, червячки, я коллекции собирал, я читал массу книг, изучал, как там их препарировать. Да, сейчас я, конечно, этим не занимаюсь, мне их просто жалко. Вот, но тогда это было нормально, и там в пионерском лагере там все на этих, на линейках каких-то пионерские дела, а я пропадал в лесу, на речке, меня потом там искали, наказывали. Вот, я там сливался с природой, наблюдал за полётом бабочек, ловил каких-то насекомых, и я, и эта любовь шла со мной очень долго, там, ну вот, до старших классов, например, просто дальше уже как бы сместились приоритеты какие-то, но я это вот вспоминал, когда искал своё призвание, и когда я там уже занимался фотографией, и так далее, я думал, а как же оно вот всё-таки, оно как-то должно вылиться, эта вот любовь, это детство, это дело моей жизни, вот в детстве такое вот хобби, не знаю, как его назвать, я постоянно был с насекомыми, они у меня там расползались по стенке, эти гусеницы, мама тут недавно вспоминала, и вот оно вышло в виде пчеловодства, боже мой, я просто тащусь от этого дела, причём я занимаюсь там колодным пчеловодством, и вот 10 января Алексей мне предоставлял тоже эфир, я делился с людьми вот этим новым старым делом, да, и мне он очень нравится, и я как бы его тоже трансформирую там в некое предпринимательство, потому что в первую очередь ну у многих запрос не просто заниматься и жить по своему призванию, но ещё как бы заниматься любимым делом и получать за него деньги, то есть в 99% именно такой вопрос стоит, вот, поэтому я как бы на своём примере я всё это делаю, и вот постоянно в этой энергетической реке нахожусь, вот, чувствую, ощущаю, даёт мне то, чем я занимаюсь, энергии, не даёт, если не даёт, я его начинаю двигать, переключаюсь на другое дело, и вот этот процесс, ну, он очень интересен, и самое главное, он даёт энергию, то есть вот то, что люди обычно теряют, мне это даёт энергию, и у меня есть тут некая такая теория, ну, через своё понимание и как бы через наблюдение, оно вышло, что, например, вот про энергетику, да, я очень часто про неё говорю, и на семинарах тоже, что, ну, человеку, каждому человеку даётся определённый уровень при рождении энергетики, вот, вы знаете, что дети, они очень подвижны, энергичны, да, и потом эта энергия начинает стухать, там много как бы таких физических вопросов, что люди там отравляют себя там всякими там алкоголей, наркотики, сигареты, там неправильное питание, всё это понятно, да, но просто уже приходит возраст, и там вот золотой возраст, там 35 лет, условно говоря, когда эта энергия уже истекает, та, которая была дана Богом при рождении, и нужно искать источники этой энергии, и вот эти источники как раз находятся в своём призвании, то есть когда вы начинаете всё-таки заниматься любимым делом и получать из него энергию, а уже дальше, когда уже приходит пенсионный возраст, и даже этого не хватает, потому что тело всё изнашивается, изнашивается, ему нужно больше энергии, то все мы знаем пример наших бабушек, дедушек, мам, пап, которые вышли на пенсию и в деревню куда-нибудь, на дачу, и там проводят всё время, всю свою жизнь, и они получают эту энергию уже от матушки земли, то есть непосредственно тянут из земли, общаясь с растениями, с землёй, вот такой у нас как бы источник, а можно делать это параллельно, можно и найти своё призвание на земле, вот как я нашёл, у меня ещё пенсионный возраст не скоро, но я специально нашёл, чтобы получать энергию из земли, от природы, то есть быть непосредственно с ней связан, это пчеловодство, и заниматься в то же время любимым делом, за которые там мёд, там люди там благодарят меня, в большинстве своими финансами каким-то, финансы в потоке в виде благодарности происходят, потому что это тоже как бы энергия, вот, и, ну вот, что хорошо, что в наше время там открываются знания, что молодой человек, он может не заниматься поиском, там полжизни своего призвания, да, вот, найти книжку какую-нибудь, пройти какой-нибудь курс, вот, типа того, что я провожу, да, и найти призвание сейчас, и уже учиться там в институте, например, там, или на каких-то курсах, и с прицелом на дальнейшую работу, именно исходя из своего призвания, а не исходя из того, что там ему сказали родители, пытаясь реализовать в ребёнке свои амбиции, и нереализованные какие-то амбиции, да, либо то, что ему там средства массовой информации, система вложила в виде каких-то программ в голову, что сейчас модно и так далее, а просто брать и реализовываться в своём призвании, это, ну, реально круто, и вот я обращал внимание, что люди, которые приходят, самое главное, да, как бы цель моего тренинга, оно не только найти своё призвание, потому что не у всех это получается, скажем так, но люди просто вот, то, что я им рассказываю, да, они начинают об этом думать, они начинают понимать, что есть такая штука призвания, и это круто, ну, как бы работать по своему призванию, и приходит очень много обратной связи, там через полгода, через год, когда вот те участники там тренинга или семинара, которые я провожу, они мне там пишут и рассказывают, что вот мы нашли, я нашёл вот это своё дело жизни, я тащусь, я просто наслаждаюсь жизнью, вот от того, чем я занимаюсь, и люди, самое главное, смотрите, смотрите, насколько это важно, потому что то, чем вы занимаетесь, с любовью, да, своим призванием, а это всегда так, вот в те продукты, которые исходят от вас, будь то материальные, как какие-то там товары народного потребления, условно говоря, будь то тонкие, как информация, или там что-то ещё, учения какие-то, ну, там всяких, много разных способов, то вы всегда закладываете в это свою энергию, свою любовь, и люди это чувствуют, ну, как потребители вашего продукта, и они там и благодарны вам, не просто они пришли там в магазин, купили китайскую пластмассовую игрушку, которую ребёнок сразу же поломал, например, да, а вот пришли, и там какая-то игрушка руками выточена, и вы приносите домой вот это изделие, хендмейт, да, как сейчас называют, и ребёнок его чувствует совершенно по-другому, относится к нему совершенно по-другому, потому что от него исходит энергия создателя, и, соответственно, люди, ну, как бы, дарят вам, возвращают вам эту энергию в виде благодарности, там, в виде денег, и в виде любви, признательности и так далее, и так далее, потому что все великие мастера, ремесленники, если брать варну тружеников, да, они всегда, они всегда шли по своему призванию, как-то вот такое вот. Хорошо, развернутый ответ получился, достаточно обширный. Ну что ж, давай сейчас поставлю ещё небольшую музыкальную отбивочку, где-то три минуточки, и потом мы с тобой вернёмся к вопросам из чата Народного славянского радио, и к вопросам из Ютуба. Пока отдыхаем, да, пока отдыхаем, чувство, надо небольшой перерыв сделать, чтобы мозги на место у всех встали, а я дальше продолжим. Народное славянское радио для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части.